Два казахстанских миллиардера, очень близких к Нурсултану Назарбаеву, стали героями резонансных публикаций в мировых СМИ. Американское издание сообщило о заморозке активов Булата Утимуратова, бывшего управляющего делами президента Казахстана. Британская деловая газета написала о секретных схемах обогащения Тимура Кулебаева, зятя, экс-главы государства. Здравствуйте, это Азатык. Итоги недели. Суд Британии принял решение заморозить 5 миллиардов долларов активов Булата Утимуратова, одного из самых богатых и влиятельных людей в Казахстане. В конце нулевых он работал управляющим делами президента. Решение принято по иску БТА-банка, который считает Утимуратова причастным к сокрытию похищенных средств. БТА на протяжении многих лет ведет тяжбы в зарубежных судах, пытаясь вернуть то, что он называет незаконно выведенными активами, обвиняя в хищениях бывшее руководство банка. Экс-глава БТА Мухтар Аблязов, который после национализации финансового института бежал в Европу и недавно получил убежище во Франции, критикует оттуда казахстанский режим и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Аблязов отвергает все обвинения, которые ему предъявлены на родине, включая хищение средств и заказное убийство бизнес-партнера, и называет преследование местью за свою оппозиционную деятельность. На этой неделе стало известно, что Булату Тимуратов будет проходить с ответчиком по иску БТА вместе с Мухтаром Аблязовым. Об этом написала американская газета Wall Street Journal. Человек, который много лет находился рядом с Назарбаевым, теперь, похоже, обвиняется в помощи оппоненту Назарбаева. Некоторые наблюдатели увидели в этом возможные признаки внутриэлитной борьбы. Здесь не важны никакие доказательства, потому что в Казахстане не существует верховерства права. Мы должны посмотреть, как будут развиваться события, но сигнал, мне кажется, определенный дан. Если есть связь с Мухтаром Аблязовым, это, я думаю, прямой путь к осуждению человека. Аблязов заявил, что за действиями БТА-банка стоит председатель КНБ Карим Масимов, который хочет избавиться от Утимуратова как от соперника в борьбе за власть и вместе с тем ставит под удар самого Назарбаева. Аблязов говорит, что Утимуратов, вероятно, помещен под домашний арест. Компания Утимуратова сообщила, что он находится в Нур-Султане, а его бизнес-предприятия работают в обычном режиме. Ограничения британского суда на их деятельность не влияют. Утимуратов владеет третьим по величине коммерческим банком Казахстана, контролирует несколько пятизвездочных отелей, в том числе Москве и Вене. Сеть ресторанов быстрого питания. В портфеле Утимуратова проекты в сфере недвижимости, добычи металлов, транспорта и логистики, медиа. Его состояние Форбс оценил в этом году в 2 миллиарда 800 миллионов долларов. БТА не стал комментировать привлечение Утимуратова соответчиком по своему иску. Банк объяснил это стремлением не препятствовать справедливому рассмотрению дела. Азатых отправил официальный запрос в Комитет национальной безопасности. Мы спросили, проводится ли какое-либо расследование в отношении миллиардера. Ответ пока не получен. Сам Утимуратов в последние дни на публике не появлялся и поданный против него иск лично не комментировал. Его компания заявила, что оспорит решение британского суда по иску, который, цитата, «подан на основании ложных документов». Между тем, Назарбаев на этой неделе впервые за много лет публично упомянул Аблязова в день первого президента. Этот праздник учрежден в честь Назарбаева и многие считают появление даты в календаре проявлением культа личности. Он назвал Аблязова, бывшего министра энергетики, предателем. И он там проворвался. А я при чем? А я там поднимал его. В показанном эфире республиканских каналов в фильме о себе Назарбаев сказал также, что есть еще несколько человек, которые ответили черной неблагодарностью на мою доброту и сейчас работают против собственной страны. Кого он имеет в виду, осталось неизвестным. Еще один человек из ближайшего окружения Нурсултана Назарбаева попал на неделе в заголовки западной прессы. Тимур Кулебаев, зять бывшего президента, получил десятки миллионов долларов за счет государственных контрактов на строительство газопровода в Китай. Об этом написала британская газета Financial Times. Она утверждает о наличии секретных схем, организованных в прошлом десятилетии, для обогащения Кулебаева. Автор материала ссылается на утечку электронной переписки и на неназванного информатора. По данным Financial Times, компания, за которой стоял Кулебаев, закупала сталь в Китае и перепродавала по более высокой цене заводу в России, который выпускал трубы для газопровода. Прибыль, как полагает газета, оседала в карманах Кулебаева. Его юристы отвергли эту информацию, заявив, что Кулебаев не имел никакого отношения к компании. Тимур Кулебаев возглавлял фонд Самрук Казына, дочерняя компания которого курировала строительство газопровода в Китай. Форбс оценивает капитал Тимура и Динары Кулебаевых в 5 миллиардов 800 миллионов долларов. Автор статьи о Кулебаеве в британской газете отмечает, что массив писем и документы, которые он озвучил, совпадают с тем, что незадолго до смерти говорил и писал внук Назарбаева Айсултан Назарбаев. 29-летний сын старшей дочери Назарбаева Дариги выкладывал в фейсбуке посты о том, что называл масштабной коррупцией между правительством России и Казахстана. И утверждал, что в схемы вовлечены члены его семьи. В августе Айсултана Назарбаева нашли мертвым в Лондоне. Financial Times пишет, вскрытие показало, что он умер от передозировки кокаином. В казахстанских СМИ сообщали, что причиной смерти внука Назарбаева была остановка сердца. Такими мы увидели ключевые события уходящей недели. Но еще больше интересного на нашем сайте и страницах в социальных сетях. На этой неделе мы опубликовали графику с родственниками Назарбаева. Богатыми, успешными и не всегда публичными. Обязательно посмотрите это виртуальное древо и другие наши материалы. А это был проект «Азатык. Итоги недели». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok